В 18 муниципалитетах Башкортостана наблюдается высокий уровень заболеваемости при низких темпах вакцинации. Так, в Октябрьском, Сибае, Межгорье, а также Бурзианском и Белорецком районах число привившихся от коронавируса жителей варьируется от 41 до 48 процентов. Об этом сообщает Минздрав республики. В целом по региону полностью привито от коронавируса 54 процента населения, которые подлежат вакцинации. Это 1 миллион 340 тысяч человек. За прошедшие выходные коронавирусом заразились 1340 человек, скончались от последствий инфекции 68 пациентов. Всего с начала пандемии общее число инфицированных 85 тысяч человек. Выздоровело 75 тысяч. Динамика госпитализации показывает, что занятый конечный фонд достиг предела, достиг уровня Платона. И последние две с половиной недели держится на уровне 7 тысяч занятых коек. Я ожидаю, что спад госпитальной статистики в Башкерии начнется не раньше, чем в ноябре. К уровню хотя бы августа регион выйдет в лучшем случае через месяц. На сегодняшний день продолжают лечиться от коронавируса более 8 тысяч жителей региона. В ковид-госпиталях находится 916 человек. Из них 42 в тяжелом состоянии. Более 7 тысяч получают лечение амбулаторно на дому. Башкирские аграрии смогут получить по 740 рублей за каждую тонну выращенного и проданного зерна. Размер ставки субсидий утвердили приказом Министерства сельского хозяйства Республики. Порядок субсидирования производители зерна установили еще в июне этого года. В нем указано, что предприятия БК могут получить возмещение до 50% затрат на выращивание зерна и его продажу. Среди критериев отбора наличие статуса сельхозтоваропроизводителей и пассивных площадей на территории региона. Компания не должна быть иностранной и не иметь долгов по налогам и зарплате. Как сообщал РБК Уфа ранее, в начале октября Башкортостан получил из федерального бюджета 627 миллионов рублей на поддержку производителей зерна. Финансирование выделено 62 субъектам. В Башкортостане оборот рынка общепита за 9 месяцев составил почти 19 миллиардов рублей. Вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 13%. Такие данные следуют из специального доклада Росстата. По размеру оборота общепита республика занимает третье место в Приволжском федеральном округе. Возглавляет ТОП Татарстан, где выручка кафе и ресторанов за 9 месяцев приблизилась к 40 миллиардам. На втором месте Нижегородская область с показателем 19 миллиардов рублей. Однако с 18 октября в республике кафе и рестораны с 50 и более посадочными местами можно посещать только при наличии сертификата о вакцинации, справке о перенесенном заболевании или медотводе. А с 30 октября по 7 ноября кафе и рестораны не будут работать с 11 вечера до 6 утра. Каждый на своих местах должен более лояльно и человечественно относиться, наверное, к друг другу, я так полагаю. Мы прекрасно понимаем, что любое место работы это заработная плата, это определенный уровень каких-то требований к заведению и к персоналу. И поэтому вот это проверочное направление, конечно, очень-очень напрягает. По данным Росстата, в целом по России оборот общепита за сентябрь составил 176 миллиардов рублей, что на 13 процентов выше уровня прошлого года. За 9 месяцев оборот рынка почти полтора триллиона рублей вырос по сравнению с тем же периодом 2020 на 27 процентов. Сегодняшнего дня торговые агрегаторы с годовым объемом выручки свыше 40 миллионов рублей обязаны принимать платежи по карте МИР. А маркировка шин стала для производителя обязательной. С 1 ноября вступают в силу новые российские законы. Теперь производители алкогольных напитков без добавления этилового спирта будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования. Реестр будет под контролем Росалкоголя регулирования. Исключения сделаны для производителя пива и пивных напитков Сидра, Пуары и Медовухи. Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактом некачественной продукции на рынке. В Башкортостане под новую норму подпадает компания Боско Рус, которая специализируется на производстве игристых вин и напитков. Эта сфера, она давно и монотонно ведется к тому, чтобы все движение сырья и получение продукции конечным потребителям, все было видно в электронных реестрах. Эта работа, она велась там не последний год, она ведется уже последние пять лет. И в общем-то она сейчас приходит к своему логическому завершению. Поэтому здесь ничего такого сверхъестественного в этом законе нет. Также с 1 ноября можно подать заявление на реструктуризацию кредитов. Ослабление предусмотрено для граждан и предпринимателей, которые заболели коронавирусом и чьи доходы существенно упали из-за ограничений. Рекомендация действует в том числе и для обратившихся повторно. Предусмотрены различные варианты, например, отсрочка платежей или увеличение срока кредитования. При этом штрафы и пение начислять не будут. Не повлияет это и на кредитную историю. Также с сегодняшнего дня оформить электронные извещения о ДТП смогут все россияне. Оба участника должны быть зарегистрированы на портале госуслуг и хотя бы у одного должно быть установлено приложение помощника САГО. Ранее услуга была доступна только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане. И на дороге Уфы вышли 30 новых автобусов НИФА с большой вместимостью для общественного транспорта. Они распределены по маршрутам 51, 51А, 69 и 74. Об этом сообщает Минтрансрегионы. Автобус нефтекамского производства вмещает до 105 пассажиров. Работают новые машины на газовом топливе. Их оборудовали камерами видеонаблюдения, тахографами, спутниковой навигацией, USB-портами, информационным табло. Напомню, ранее автопарк Башавтотранса пополнили еще 60 таких автобусов. До конца года планируется поступление еще 10 новых автобусов. Таким образом, в Уфе будет курсировать 100 современных нефазов большого класса. Всего в этом году Республика приобрела для Башавтотранса для разных муниципалитетов 220 машин на общую сумму свыше 2 миллиарда рублей. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова